Безопасность Мы с вами услышали о спиде, о ряде других социальных заболеваниях. Но фактически, даже в рамках моего выступления, это невозможно все осветить. Мог бы привести пример стандартного медицинского вуза. Значит, у нас клиника Тельщикоек, 42 павильона и 62 базы крупнейших больниц Санкт-Петербурга. Если вам представить это все масштабно, то обеспечить студентам по всей этой территории физически сложно. Задача медицинских иногда вузов, там где студенты непосредственно соприкасаются с тем же спидом, туберкулезом, гепатитом, ну и рядом, скажу, редких заболеваний, Уже один этот опыт может, если провести еще одно совещание, в рамках наших знаний поможет избежать очень многих вещей. Но в частности, я услышал о медицинском обеспечении. Замечательно продаяние своя поликлиника. Но это очень дорого. Мы, например, создаем поликлиники среди нескольких вузов, студенческая, которая выдает только справки об этом, справка унифицированная, справка имеет юридическую силу о состоянии здоровья. Наш вуз имеет свою поликлинику. Мы приняли решение обеспечения, медицинское обеспечение всех студентов до 18 лет, поскольку мы педиатры и это наша работа. За этим последовал интересный контакт с территориальным фундом ОМС. Мы в него вошли. И все студенты автоматически получили бесплатное медицинское обеспечение. Они уже не задумываются об этом. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что это тоже безопасность их здоровья. В этом году, хотя бы напомню докторам, согласно федеральному закону, мы должны сменить полисы. Если раньше мы могли взять на себя, обеспечить всех студентов своим медицинским полисом, то есть организованным, то сейчас по закону требуется индивидуальный приход и оформление новом медицинского полиса. Это тоже, которое нам предстоит пройти. В отношении иностранных студентов вполне реально. За достаточно небольшие средства обеспечить их тоже медицинским полисом. Таким образом, безопасность, она составляет еще очень огромную составляющую чисто медицинскую. Вот сегодня у вас возгласно шоковая ситуация выступления моего коллеги по поводу СПИДа. Но я вам скажу откровенно, у меня совсем, и у моих коллег, и у многих совсем другое отношение. Да, это серьезная проблема. Но если я положу на весы гепатиты, а их сегодня 7 вариантов, то количество заболеваний в России около 5 миллионов. Количество умерших составляет сотни тысяч. Пути передачи абсолютно идентичные. Вирус абсолютно идентичный. Но мы же не нагнетаем обстановку. Мы говорим о том, что необходимо с этим бороться. Мы говорим о том, что необходимо делать профилактику. Созданы вакцины. А так просто бросить информацию, она, честно говоря, вызывает только страх и панику. А это страшно. Если я возьму примеры европейские, то не так давно, ну это был 15-16 века, чума проходила по Европе. Все население Европы было тогда порядка 200 миллионов. Смертность составила после чумы 150 миллионов. И вы знаете, стоят знаки спасения чумы по всей Европе. В Вене, Праге. Но есть еще понятие в медицине, так называемая патология в эволюции, развитии человечества. Иногда некоторые заболевания, они как бы приходят для того, чтобы преодолеть и продвинуться вперед. Поэтому мне кажется, что здесь нужно создавать такое паническое настроение, тяжелая болезнь, но не на ней следует акцентировать. Сейчас поднял голову туберкулез. Снова появилась коротечная чахотка. Чеховских времен. Это более социально для нас значимое. И более необходимо обращать внимание. Проблема, например, рождаемости студенческих пар. Рождение ребенка. Обеспечение его страховым пульсом. Медицинское обеспечение. Но мы вот такой огромный ВУЗ. Я могу сказать, что через наш проходе, только через нашу территорию, в год 300 тысяч пациентов. Это больше, чем во всей Голландии. 200 машин скорой помощи в день приезжают. Естественно, я очень внимательно слушал о формах физической защиты. Но, понимаете, когда стационары превращать в полностью закрытое заведение при наличии прихода родителей, а вы тоже родители, и ограничить свободу доступа очень-очень сложно. И, конечно, здесь нужно находить взаимопонимания со всеми диаспорами. В Санкт-Петербурге, в Москве представлены практически все диаспоры. И, поверьте, я отращиваю на это огромное время и жалею для встречи со всеми диаспорами. И мы находим тот необходимый компромисс, который позволяет нам, ну, предотвращать некоторые, скажем, физические воздействия. Ну, в частности, любое заболевание, которое возникает в диаспоре, и ребенок не имеет ни полиса, ничего, он может быть госпитализирован к нам, и мы окажем его полноценную медицинскую помощь. Это не такие уж большие затраты, но мы показываем дружественный наш шаг к той или иной диаспоре, и, соответственно, вздем взаимоответ. Понятно, что существуют различные, ну, полностью взаимоотморозки, но, тем не менее, тьфу-тьфу-тьфу, ни этого не возникает. В отношении иностранных студентов, вы знаете, ну, мне кажется, очень многое в России сделано, чтобы преодолеть ту ситуацию, о которой даже сегодня председатель Совета говорил. Не так давно еще день рождения Гитлера для всех был, вот все коллеги, качает что-то страшное, студенты не выходили на занятия, это была катастрофа. Как это в России, день рождения Гитлера, и такое творится? Ну, не знаю, наверное, в каждом городе по-разному, но ситуация была одна. Все преодолели панику, преодолели страх, вышли на занятия, и ничего не произошло, когда вы все вместе, но сила. Теперь по поводу, я уж так отвечаю, на опыте своих студентов. У меня около тысячи их, 72 страны, ну, достаточно могу говорить, имея статистический материал. Вы знаете, все-таки современный студент на первое место ставит качество образования и свое последующее трудоустройство. Если, скажем, мои выпускники, сейчас, главный инстезиолог Соединенных Штатов Америки, там, главный хирург Израиля, мой выпускник, ну, наверное, это говорит о том качестве образования. Некоторые дискомфортные условия общежития, да, они присутствуют, но все-таки качество образования я бы поставил на первое место будущую карьеру, будущую возможность. Ну, и, наконец, я бы хотел бы остановиться на таком примере, как, скажем, может, это в Питере, возможно, это взаимодействие под руководством Совета Ректоров. Вчера вот поступал наш председатель Васильев Владимир Николаевич. Когда есть в городе несколько Советов Ректоров, это дает возможность координировать наши действия. Если в каком-то вузе возникает какая-то ситуация медицинская, то принятие решения Совета Ректоров, оно тоже нам позволяет преодолевать ну, разные юридические проблемы. Все-таки есть за этим серьезная организация, пусть общественная, как Совет Ректоров. И, в частности, когда происходят ну, некоторые невозможные, там, не вовремя, МС в каком-то вузе, наша поликлиника берет их на себя и тем самым закрывает возможность возникновения каких-то сложных медицинских случаев. Ну, и последнее, на чем я хотел бы остановиться, это, конечно, наркотики, я бы еще добавил токсикоманию. Мы как-то вот сегодня звучит наркотики, наркотики, а ведь дети, их говорят меньше, ушло, наркотики взрослые, а дети пользуются токсикоманами. Это и клей, это и таблетки, это и привычный димедрол, забитый пепси-колом, и мы вот это как-то выпускаем из поля зрения. А на самом деле, подготовка к переходу к наркомании, начинается с токсимонии. И, конечно, здесь мне бы хотелось это сказать откровенно, отсутствует абсолютная юридическая база. Я вам приведу парадоксальный пример. Наша база, отделение наркологическое, мой студент находится в этом отделении, мой заведующий кафедрой его консультирует, отправляет официальный запрос главному врачу, диагноз, ответ, законом запрещено, вам ректор сообщит диагноз. Вы понимаете, иногда абсурдность ситуации, защита самого пациента приводит к ненормальной ситуации. Все знают, я знаю, а отчислить не имею права. Мне говорят, завалите на экзамен. Ну, ну это же не ответ. Должна быть законодательная база, что не возбуждать же уголовное дело. В рамках уголовного дела, да, тебе дадут диагноз. Но это же не подход. У ректора должна быть более оперативная возможность ликвидировать такой вот. Поэтому я, кстати, обращаюсь Владимир Владимирович к вам. Если вносить законодательную поправку, то обращать наше внимание о том, что все-таки должны быть у ректора определенные возможности в корне вначале ликвидировать эту проблему. Итак, все-таки время ограничено. Я хотел бы сказать, что биологическая безопасность, она не менее важна, физическая безопасность. Если бы мы привлекаем вузы, естественно, вузы Минобра, их намного больше, чем медицинские. Привлекайте, поравнякается все ректора медицинских вузов в тех регионах, они с удовольствием будут подзываться. И наш опыт накопленный, в результате непосредственного контакта со многими-многими патологиями. Плюс вузы, имеющие опыт, пускай, в 72 страны у меня приезжает, и мы знаем ту краевую патологию, которая характерна для африканской страны, для Индии, или там, скажем, для Малайзии, для Перу, я знаю, и так далее. Мы бы могли этим делиться. И тогда бы безопасность была бы абсолютно комплексной. Ну, на этом время мое стекло. Всем спасибо. Спасибо за это совещание. Спасибо, Владимир Викторович. Уважаемые коллеги, Евгений Владимирович Чупрунов в зале еще, нет? Чупрунов ушел, да? Он просто написал записку ректора Нижегородского госуниверситета, что у него два встречи, и он хотел до этого выступить, но он, наверное, уже ушел. Тогда, как я и проявлял, пожалуйста, Голодуш.